Холодные зимние российские вечера Так и подталкивают к мыслям О полете в какую-нибудь страну На морском побережье Но работы у нас тут на СГ Всегда в достатке Посему воплощение подобных желаний Зачастую приходится откладывать До лучших времен А вот Леониду Давыдову повезло Он умудрился совместить Трудовую деятельность с морским побережьем Отправившись в пресс-тур Посвященный грядущему мультиплеерному Гоночному проекту Под названием World of Speed О котором по возвращении в красках Нам поведал Подкрепив сказанное Видеодоказательствами Что и легло в основу данного репортажа Меня зовут Глеб Мещеряков Это StopGame.ru Начнем пожалуй Надо заметить Море Лене досталось не самое теплое Северное Ведь организаторы решили устроить Презентацию в Амстердаме А точнее на территории Одной известной достопримечательности В его окрестностях Обошлось без футболок С яркими надписями Вандерсекс Ведь речь о трассе Зандворд На которой гоняли еще до Второй мировой войны И которая некогда была Завсегдатаем гран-при Формулы-1 В общем для любителей автоспорта Местность примечательная Ей же под стать оказалась Культурно-развлекательная программа Что подготовили для журналистов Прежде чем Леня посмотрел на игру Его услужливо покатали На Феррари F430 И Астон Мартин Вантедж А ведь будь водительские права У этого неудачника Можно было бы самолично Сесть за руль После подобного аперитива Пришел черед World of Speed Продемонстрировать свои таланты И поддержать атмосферу драйва Началась презентация Сотрудники компании Слайтли Мэтт Студиос По служном списке Который имеется Need for Speed Shift К примеру Устроили полноценное Знакомство с новым проектом Итак мы имеем дело С мультиплеерной Онлайновой гоночной игрой Класса ААА Распространяющейся По схеме Free-to-play Такая складная мантра По сути сразу же Должна создать у вас Правильный образ Гоняем на разнообразных Лицензированных машинках По трассам И улицам реальных городов Прокачиваемся Соревнуемся с друзьями Вступаем в клубы И шаманим над кастомизацией И модернизацией Своего авто Ничего не напоминает? Все верно На те же самые Граб... Аспекты Опирается Auto Club Revolution Обзор который Вы можете отыскать На нашем сайте Но все же Vault of Speed Имеет ряд Отличительных признаков Которые стали Очевиднее Для нашего корреспондента После того Как он собственноручно Поиграл Во-первых Нужно отметить Более высокую Динамику заезда Если ACR Особо не против Когда его называют Симулятором То сотрудники Слайдли Мэтт Студиос Наоборот Открещиваются От подобного Заявляя Что создавали Развлекательную аркаду И правда В заездах Явно Прощупывается Несерьезность И этакая NFS Во-вторых World of Speed Активно Экспериментирует С режимами игры Среди которых Особое место Отводится Командным соревнованиям Журналисты Во время игровой сессии Как раз и сражались 4 на 4 Подобный подход Усиливает Социальную составляющую Которую Разработчики Активно Продвигают На первый план Давайте на этом Я на время Замолкну Уступив место Рассказчика Продюсеру игры Который знает Про World of Speed Всяко больше моего Не правда ли? Привет Меня зовут Пит Мориш Я главный Продюсер игры World of Speed От Слайтли Мэтт Студиос Скажите пожалуйста Какие детали Характеризуют Характеризуют World of Speed Как массовую Многопользовательскую Онлайн игру Мы вдохновлялись Существующими ММО Хотели взять Их характерные черты И перенести В жанр гонок Конечно Речь не идет О гномах Эльфах И огромных топорах Из каноничных ММО Мы позаимствовали Лишь конкретные элементы И встроили их В World of Speed Основная идея В большой социальной среде Куда могут заходить люди И в несоревновательной Обстановке Кататься с друзьями Общаться Взаимодействовать И играть с ними В условиях Полной свободы И в этой социальной среде Полно занятий Игроки Также могут Знакомиться с другими людьми И соревноваться с ними Что касается Самих гонок Отличительным признаком ММО Является Распределение ролей И мы перенесли Этот элемент В World of Speed Определенные типы Гонок и заданий Позволяют игрокам Брать на себя Конкретные роли В заездах Суть не только в победе За вами могут ехать Люди Которые будут Вести себя Как танки И оберегать Определенного игрока Потому что Тому надо Например Доехать до финиша Без царапинки на кузове Так что Его надо защищать А команда соперников Наоборот Будет пытаться Максимально Поцарапать его машину Мы создали Подходящие им роли Расскажите О трассах В игре И о вашем Посещении Лондона Монако И Москвы Насколько важно Для вас Отразить в игре Реальность Пока что У нас есть Три городские трассы Лондон Монако И Москва Что касается Процесса создания Трасс Мы можем Воссоздать их И без посещения Самих мест Но тогда Мы обязательно Что-нибудь упустим Вообще Процесс создания Трасс Начинается с Google Maps Или с Любой другой Подобной программы Там мы находим Подходящие на наш взгляд Маршруты в конкретном городе И начинаем их тестировать Чтобы оценить Как они ощущаются С точки зрения вождения Но мы понимаем Что этого недостаточно Чтобы уловить энергетику И атмосферу города Мы должны побывать в нем И сами все увидеть После изучения карты Мы примерно представляем Как будет выглядеть трасса Какие на ней могут быть Достопримечательности А затем мы отправляем Людей в сам город И они неделями ходят По улицам По этой выдуманной трассе Смотрят Что как лучше сделать Обращают внимание На повороты На атмосферу И они пытаются Все это запечатлеть Уловить характер города Чтобы потом Пропитать им трассу Крайне важно Соединить достоверность И эмоцию И передать их в игре Как известно Игра будет распространяться По системе фри-то-плей Ага А что игроки смогут купить? Будет некий Премиум аккаунт? Вы куда больше поймете О нашей философии Если я скажу Чего купить нельзя А нельзя купить преимущественно Тут нет победы за деньги Это свободное соревнование Люди могут состязаться в высших эшелонах игры Не потратив ни цента Мы не работаем за бесплатно Так что монетизация присутствует Но на мой взгляд Она неприступная Некоторые фри-то-плейные игры Имеют дурную славу Выкачивания денег из людей Мы этого не хотим Суть World of Speed Организовать сообщество Не только для игроков Но и для нас И было бы безумием Раздражать людей Которые любят нашу игру Так что мы построили для них Место Где друзья могут быть фанатами Они могут платить деньги Но это лишь добавит комфорта И индивидуальности Но не поможет победить Насколько достоверной будет Физическая модель повреждений авто Как вы могли видеть из демо-версии Визуальная система повреждений В игре есть Вы можете помять свое авто О другие машины И предметы окружения Но на данный момент Система еще в разработке И мы не решили Будет ли она влиять на управление И вот Мы с вами теперь знаем Об игре практически столько же Сколько и Леня Зато нам не пришлось Мучиться от акрофобии Во время полета Над Зандвортом На вертолете Испытывать перегрузки При дрифте на Мустанге И во время заезда На раллийном Клио Ну и залазить В такую низкую Ламборгини Галларда Чтобы покататься И на ней Так что Без всех этих Лишних переживаний Можем спокойно Подытожить Опыт весьма Недурный Auto Club Revolution Которая Несмотря на все Прогнозы аналитиков Не смогла Достичь поразительных Успехов Должен предоставить Создателям World of Speed Пищу для ума На данный момент Новый проект Представляется Хоть и в достаточной Степени стандартным Но вполне Привлекательным Ненавязчивым И приятным Крутизну Обозначенных Козырей В виде ярко Выраженной Социальности И иного Взгляда На цель Гоночных Заездов Мы сможем Более комплексно Оценить Только с наступлением Теста А пока Пожелаем Слайтли Мэд Стюдиус Удачи В их начинаниях А Лене Побыстрее Отойти После тех Подозрительных Кексов Редактор с наступлением Продолжение следует... Редактор с наступлением Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин